Сейчас едем по Калантаевской. 23 номер, 21. Да, это как раз тот самый 21 номер из ликвидации. Калантаевская. Здесь, кстати, есть вот здесь вот домик. Типа это какой-то новостро или что-то вроде этого. И там есть квартиры вообще, ну, совсем недорогие. Я правда не знаю, что это с этим домом. Вообще какая там у него история. Но недорого. Представляете, вот так вот жить на Калантаевской в новострое. В Одессе сегодня такая себе, ну, погодка-то хорошая, но вот температурка 2 градуса. О, Зирка, помните, да? Это прям такое яркое заведение в Одессе. Все знают Зирку. По-часово. Народ, может, кто-то снимал. Я не снимал, у меня тут вот такого не было. У меня здесь знакомая работала администратором. Она мне туда приводила, по-моему, один раз я смотрел. Конечно, это, это, конечно, вот такое интересное место. Но здесь, между прочим, здесь же был кинотеатр, насколько я помню. Там где-то Зирка, вот здесь. Я даже не помню, как он назывался. Напишите в комментариях. Вот. Ну, такая вот температурка, которая по ощущениям, скажем так, минус 2. Я думаю, так и пишется где-то в телефоне сегодня. По свету что сказать? По свету, представляете, свет. Вот утречкам выходили, был. Там ночью выключили, потом когда-то там что-то включили. Выходили, был. Помыться успели, уже хорошо. Сейчас, может быть, и отключили, непонятно. Ну, вот так и живем. Видите, да, у меня поворотник не работает. Я сейчас прям, не знаю, паранойю на этот счет, потому что меня бесят люди, которые не показывают поворот. Это, ну вот, прям для меня это, я не знаю, у меня иногда типает. Не знаю, как вас. Пишите в комментариях, а может быть, вы как раз и есть те люди, которые не показывают поворот. Вот я сейчас хочу направо перестроиться, но я даже не осознаю, что у меня сзади человек вообще, ну, я осознаю, но я мог бы не осознавать, что сзади человек вообще не понимает, что я хочу сделать. Потому что задний поворотник у меня не работает справа. Сейчас у меня задача доехать до какой-то заправки, найти лампочку, заправиться. 97,5, видите, как раз можно замер контрольный провести, поменять лампочку, ну и жить спокойно. Ох, уже эти рельсы здесь, мама родная, конечно. Такое себе удовольствие по ним на смарте. Мне еще сзади сигналят, обычно, когда я здесь еду, не понимаю, что здесь колеса, как, не знаю, у скейта. Вы знаете, что на 70, на 75 процентов упал рынок недвижимости в Одессе. Вообще, никто ничего особо не покупает и не продает, получается. Но любой маклер вам скажет, что все великолепно, что продажи только растут и сейчас самое время покупать. Ой, да, как вообще вам маклера? Такие забавные, конечно, люди. Может, у меня есть какие-то подписчики маклера? Я обожаю вот разные формулировки маркетинговые. Типа, 10 минут от Дерибасовской квартиры находится. 10 минут от Дерибасовской. Заходишь и там, я не знаю, 10 минут до Дерибасовской на чем, на самолете. Непонятно. В лучшем случае на машине, при том, на такой хорошей, спортивной. Но, тем не менее, 10 минут, а может, и 5. А может быть, там тоже пишут, 10 минут от центра на Таирово. Заходишь, оно где-то, есть такое хорошее слово, но не хочу, оно немножко матерное, находится очень далеко это место. И там 10 минут, но это, я не знаю, в 3 часа ночи. И тоже где-то на Ламборгини надо это все делать по-хорошему. Так что вот так, да. Вот такие вот, да, новости. 75%. Я даже вот удивился, не думал, что до такой степени все плохо. При всем при этом, при том, что 75% упал рынок, вот квартиры, я же говорю, вот, ну они, да, немножко подешевели, но никто не хочет уступать. Какие-то коммунальные квартиры, 20 метров там, если в центре, в самом, за 20 тысяч, это прям нормально. Вот. Ну, там 18 тысяч за эти 20 метров. Не хотят люди уступать. Так, мы поворачиваем, но люди сзади не знают, что мы поворачиваем. Что у нас здесь? Амиг. Будем надеяться, что здесь и лампочки присутствуют. Не только мы заправимся. Так, ну вы видели, 7 литров с копейками на 100 километров. Все еще держимся, несмотря на зиму. Нету лампочек? Нету лампочек, надо искать. Ладно, поеду искать лампочки сейчас.